Здравствуйте дорогие друзья. Арена событий вместе с гостями программы продолжает анализировать существующие положения дел в строительной отрасли. Вчерашний выпуск был посвящен насущным вопросам деятельности саморегулируемых организаций, негативному влиянию застарелых смертных нормативов, мониторингу ценообразования, необходимости установления предела снижения начальной цены для государственных контрактов, перспективам, сокращения сроков согласований, ну и некоторым другим аспектам, существенно влияющим на уровень этого сегмента рынка. Если все вышеперечисленные факторы, о которых говорилось вчера и те, о которых речь пойдет сегодня, привести в соответствие с общей системой цели полагания, то положительный эффект не заставит себя ждать. А цель, как известно, сделать так, чтобы строительная отрасль реализовала свой потенциал и стала одним из драйверов роста российской экономики. Временные рамки программы не позволили мне вчера озвучить один важный вопрос. А не должно ли и государство разделять с подрядными организациями ответственность перед гражданами за долгострой, если он возникает, за низкое качество объектов, построенных по государственному заказу, ну хотя бы потому, что на аукционах победа присуждается тому, кто возьмется построить объект за меньшие деньги, иногда за абсурдные деньги. А в первую очередь потому, что это мы, граждане, оплачиваем модернизацию страны. Государство – главный инвестор в строительство. Именно оно является источником длинных денег, поэтому, несмотря на существующие принципы свободного рынка, безусловно, необходимо регулирование отрасли на государственном уровне и взвешенное планирование. Инвест-программа и программа развития республики, как говорится, все это запланировано. Какие школы в каком году будут строиться, какие больницы, какие детсады, все это запланировано. Есть программа, в правительстве есть, об этом даже говорить нечего. Но есть программа, есть, но к этому надо все подготовить проекты, чтобы проект был, пир, как говорится, был, все было. Но иной раз бывает, что мы работаем с колес. 17 мая на заседании Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Казак отметил, цитата, «Сегодня 90% населенных пунктов имеют генеральные планы, имеют правила землепользования и застройки. Они обеспечивают как раз предсказуемость для бизнеса, параметров застройки соответствующих территорий. Но выборочная проверка отдельных муниципалитетов показала, что эти документы утверждены формально. И никакой информации, никакой предсказуемости для бизнеса действия муниципальных властей не дают», конец цитаты. Но это все же федеральный срез. Но знают ли главы муниципальных образований у нас, в республике, какое жилье нужно строить в районе? К сожалению, в принципе, на сегодняшний день у них нет такой концепции, как бы плана, для того, чтобы необходимо как бы застраивать. Обычно принимается решение, если сколько денег есть, и на эти деньги необходимо освоить. Но не придавая значение, что строить. В данном случае я могу привести очень не очень хороший пример. Ленский район, город Ленск. Мы его застраивали в 2001 году, когда мы после наводнения его восстанавливали. И там были очень жесткие сроки поставлены. И мы его восстанавливали в основном за счет быстровозводимых зданий сооружениями. И очень печально, что уже сегодня 2015, ну, 2014, 2015, 2016 годы, и мы при руководстве администрации города Ленска принимается решение возводить быстровозводимые здания сооружения. Здесь, в данном случае, конечно, им надо ввести более жесткую политику и направление. И, конечно, надо возводить каменные здания, которые со сроком эксплуатации 75 лет, срок службы этих зданий и сооружений. А быстровозводимые у нас все-таки ограничены срок службы до 50 лет. И поскольку город Ленск, он находится на берегу Лены, и инфраструктура позволяет завести любые строительные материалы в кратчайший срок и в любой период времени года для того, чтобы достойно застраивать этот город. Ну и есть, конечно, такие муниципальные образования, которые, наоборот, в отдаленных населенных пунктах, отдаленно-центральной части районного центра, где принимают решение, что строить будет каменное здание, где идет удорожание, во-первых, во-вторых, увеличивается срок строительства. Что больше востребовано в городах – высотная застройка или малоэтажная? Это смотря где – в центральной полосе или у нас. И опять же вопрос в цене. В стоимости квадратного метра тех присоединения и формирования земельного участка составляют порядка 15 тысяч рублей. Дело в том, что высотная застройка у нас, конечно, удешевляет стоимость одного квадратного метра, поскольку, во-первых, тех присоединений не особо уменьшат на цену, поскольку, допустим, если 200 квартир, то это 200 квартир, и, значит, потребность такого количества людей. А вот, значит, сам земельный участок, то есть, когда формируются земельные участки, то есть размеры земельного участка, это идет на, значит, отражается на цену, и затраты на нулевой цикл. У нас все-таки в северных климатических условиях мы дома строим на свайных фундаментах, значит, они гораздо дороже, чем нежели ленточный фундамент или подвальным помещением, поэтому затраты на нулевой цикл, это гораздо весомые. И в этом случае, когда мы принимаем решение о строительстве высотных домов, то, конечно, мы удешевляем стоимость одного квадратного метра. Вы совершенно правильно отметили о том, что, как, наверное, строители наши и говорят, нагрузка на стоимость одного квадратного метра 15 тысяч ложится. Это формирование земельного участка и тех присоединения. Тех присоединения где-то в пределах 5 тысяч, ну и формирование где-то в пределах 8-9-10 тысяч на стоимость квадратного метра. Еще одна важная тема. Как писал Жюль Верн, миру нужны новые люди, а не новые континенты. Строительный комплекс, от которого ждут динамики и высокотехнологичных решений, сам испытывает серьезный недостаток квалифицированных кадров. Об этом также говорилось на заседании Госсовета. Сейчас Минстрой России формирует национальную систему квалификации. Свою роль в решении кадровой проблемы также может сыграть независимая система профессиональной общественной аккредитации отраслевых образовательных программ и образовательных организаций. Ощущается и в республике дефицит квалифицированных рабочих. Для нашей республики это осень. Потому что, опять же, из-за сезонности мы не можем постоянно держать тех же каменщиков, тех же штукатурок, тех же бетонщиков круглый год. У нас в основном 5-6 месяцев в году работаем активно, а потом зимнее время, значит, это самое как. И поэтому мы сезонно набираем. Есть основные костя, которые держим, да, малое количество. А когда летом, это самое. Сейчас у меня, у нас так постоянно работник где-то 60-80, а летнее время сейчас уже около 500. А вы ощущаете дефицит строительных материалов? Кирпича, я не знаю, продуктов деревообработки? Дефицит материала мы ощущаем, да, в том плане, вот наши поставщики, той же арматуры, да, той же, допустим, местного материала, блоков, полублоков. Потому что, как бы, у нас сезонный характер работ, вот все строители сезонно работают, так же вот строительные материалы заранее никто не может изготовить, тот же блок и полублоки, да, то ли вот это саки, кирпичи, скажем, да, потому что они не знают объема. Подрядчик начинает формировать, когда у него реальные объемы появляются. Поэтому, когда сезон открывается и начинаются эти заказы, поэтому есть такая вот проблема того, что нет плановой работы. А бывает такое, что заключаются контракты без аванса? Когда большой объем заказа, да, ну стоимости, без аванса для нас в Севере никак невозможно. Потому что у нас, мы, основной строительный материал, да, в городе Якутске здесь, где-то 50, от 40 до 50 процентов строительных материалов. А где, если мы на Севере строим, бывает до 75-85 процентов. А если мы без авансов, вот если миллиардный объект, как можно строить? Поэтому аванс разумных переделов расчетных обязательно какой-то должен быть. Но, конечно, небольшое. И действительно, мы в этом году по программе «Дети-сироты» и по программе «Переселение» поставили вопрос, значит, пункт включили, значит, без аванса. Но это для того, чтобы не заходили к нам за пределы республики подрядные организации. Я хочу сказать, что счетная палата провела проверку, значит, на прошлой неделе нам поставили вопросы в этом плане. И мы, конечно, внесем изменения и вернем этот аванс. Министр упомянула о подрядных организациях извне. И это действительно проблема при больших заказах, которую отмечают строители Якутии. Есть такое, к сожалению, есть. Потому что в нашей республике, чтобы конкурировать внешними монополистами, которые, ну, скажем, обычно их называем москвичами, да, мы не можем с ними, потому что, опять же, у нас нет с развала Советского Союза, вся отрасль строительная, но нет ушло. И только-только начинаем мы на ноги встать, да, после 2000-го года. И сейчас только вот строительные предприятия более-менее начали работать, но не набрали тот объем работы, или, скажем, тот, тот, это самое, не дошли до той кондиции стать монополистами. Поэтому сейчас извне, значит, на акционах больше участвует только центральная Россия. У нас есть примеры. Вот железную дорогу строили. Кто строили? Трансстрой. Это, считай, московская компания. Мы там работали на субподряде, буровые работы производили в предприятиях. Вот одно, шпецстроймонтаж, выходил здесь и пикетировал, судился, вот, и ничего не высудил, все, и мне должен остался, и все, и все такое прочее. В данный момент строим перенитальный строили. В прошлом году мы там тоже работали. А что толку-то? Опять москвичи, опять начинается. И вот до сих пор я еще деньги не получил. Я ушел оттуда, деньги еще не получил. И как это получается-то? И никто за нас, за нас никто не болеет. Арена событий болеет и всегда будет болеть за строительную отрасль в масштабах республики. Вчера и сегодня за кадром остались вопросы кредитования строительного сегмента и ипотеки. Поговорим об этом в следующий раз. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин